Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор на расческу выпрямитель от Фаберлик. Итак, поехали! Я помыла голову, помыла волосы, они у меня высохли естественным путем. Вот так они выглядят, я даже их еще ни разу не расчесывала. Расческу вдоль и поперек я показывала в обзоре заказа, можете посмотреть, с чего мы с вами начинаем. Нам нужна термозащита. Я беру термозащиту Фаберлик, это у нас с вами моделирующий термозащитный спрей для волос, артикул 2703. Наношу на волосики. Волосы высохли естественным путем и мне очень хочется проверить именно после мытья головы, без фена, укладку, как это будет выглядеть. Я скажу честно, я уже попробовала, когда сняла обзор заказа, я прям попробовала первым делом. Так, теперь расчешу. Мне очень понравилось, мне очень понравилось. Обо всех плюсах и почему именно расческа расскажу потом. Сейчас мы с вами проверим уже до конца. Нужно дать несколько минуток термозащите, чтобы она подействовала, чтобы волос впитал ее, скажем так. Вот у нас с вами как бы до. Прошло несколько минут, термозащита у нас работает. Что делаем? Включаем с вами в сеть прибор. Он у нас пока выключен. Нажимаем на кнопку включения. На автомате тут сразу 180 градусов. Я скажу вам, он начал нагреваться уже. Я пробовала на 140 и мне хватило. Поэтому я сейчас даже, наверное, попробую 130. Кнопка плюс-минус. Устанавливаем 130. Все, достаточно. Пока он нагревается, расскажу, чем понравилось. Во-первых, это очень быстро. То есть посмотрите сейчас, сколько у нас с вами займет укладка. Во-вторых, не шумит. В-третьих, можно помыть голову и лечь спать с мокрой головой. Лечь спать с неуложенной головой и так далее. С утра проснуться и за 2-5 минут привести свою прическу в порядок. Вот это мне безумно понравилось. Поэтому и вообще. То есть я убираю фен. Совсем убираю волосы. У меня теперь сохнут естественным путем. И потом на сухие волосы. Мы работаем с ней только по сухим волосам. На сухие волосы. Вот расческа. Все отлично. Супер-пупер. Мне кажется, это гораздо менее вредный прибор, чем фен. Поэтому почему бы нет. Я не люблю терпеть, не могу всякие плойки. Мне не нравится. От плойка такой прилизанный эффект. Я его не люблю. Все-таки волос должен быть объемным. Я люблю, когда есть прикорневой объем. Можно ли создать этой расческой прикорневой объем? Я думаю, да. Если руки с того места растут. Плойка. Можно тоже создать классный прикорневой объем. И надолго. С помощью насадки кофре. Это все понятно. Но это долго. Я очень ценю свое время. Поэтому вот такой вот гаджет, он имеет место быть. Прибор нагрелся до 130 градусов. И буквально пару минут у нас волосы будут в прекрасном состоянии. Так, как мы делаем? Если мы хотим с вами создать прикорневой объем, значит мы расческу запускаем под корни. Ну, грубо говоря, вот так. Не нужно как плойкой отделять какую-то тонкую прядочку, каждую прядь. Расческа не застревает. Расческа волосы не выдирает. Как бы все отлично. Не нужно тонкие прядочки брать как утюжком. Утюжком, да? Не нужно. То есть мы можем здесь прям вот так и уже хорошо. Все. За одну минуту, да? Прикорневой объем. Дальше. Опять вот сюда запускаем расчесочку. Мне кажется, что расческой можно даже создать волну. Можно подкрутить все кончики в ту сторону, в которую нам нужно. Ну вот, вот чуть-чуть провела, и уже все. Волосы выглядят гораздо достойнее. Правда? Правда, конечно, правда. Подкорни запускаем. Можно прям пару секундочек подержать. И на кончике. Вот отличненько. Смотрите, как здорово. Красота? Конечно, красота. Вот так. И опять корешочки немножко приподнимем. Запустили. Пару секунд подержали. Поехали вниз. Есть прикорневой, есть. Все отлично. Так, дальше. То есть можно прям большие пряди брать, она с этим справляется. Вообще на ура. Такое супер-пупер средство, которое вот за несколько минут волосики преображает. На низких температурах. Я вообще на 130, девчонки, делаю. 130. Надо потом вообще попробовать на 100. Буду экспериментировать. Вот все. Отличненько. Сзади. Сзади. И волосики уложены. Не надо с феном стоять, укладываться. Не надо шуметь. Можно помыть голову в любое удобное для вас время. Можно с утра встать, если укладка испортилась. И за пару минут привести ее в божеский вид. Вообще все как бы элементарно. Поэтому вот за быстроту, за удобство, очень я ценю этот продукт. Мне нравится. Я убираю фен. И посмотрю, как будут вести себя мои волосики потом после. Ну, прекрасно, прекрасно. Так, объемчик прикорневой. Ну, и таким образом мы с вами делаем сзади. Можно приподнять немножко макушечку. Вот так. Главное, не забывайте, что по мокрым волосам не работаем. Кстати, давайте попробуем с вами. Я еще так не пробовала. Ложить челку. Вот так. Оно отличненько. Прикорневой объем есть. Все замечательно. Как бы все супер. Макушку. Можно вот так чуть-чуть подержать. И дальше уже вести вниз. Опять чуть-чуть подержали. И видео. Отлично. Мне очень нравится, скажу честно. Вот прям. Это гаджет для тех, кто ценит свое время. Серьезно. Для тех, кто любит быстро, красиво и качественно. Все супер. Оп. И все. Это на 130 еще раз добавлю. У меня частенько, так как кончики поврежденные, они на следующее утро могут выгибаться в другую сторону. Куда им захотелось. В общем, летят, парят. И поэтому вот такая расческа это вообще находка. На самом деле. Встал за пару минуточек. Оп. И все сделала. Можно вот тут придать прикорневого объема тоже. Вот таким образом. Оп. Чуть-чуть подержали. И провели. Видите, корешочек сразу приподнимается. Подержали. И провели. Я еще с ней поэкспериментирую. Конечно. Буду вам обо всем рассказывать. Ну, вот так вот у меня даже волос сильно не нагревается, если честно. И я руку не обжигаю. 130. И они еще вот эти по краю, они же не нагреваются. Поэтому можно прямо вот так расческой поддевать. Корешочки приподнять. И все. У кого вот коре, мне кажется, тоже будет очень актуально. Прямо вот очень актуально. Я вам скажу честно, коре очень удобно укладывать. А коре укладывать нелегко, мы с вами знаем. Сзади еще как следует проработаем шапочку. Чуть держу и отпускаю. Ну, красота же. Красота. Без каких-то временных затрат. Вот мы с вами за несколько минут. И то это я снимаю. Поэтому долго. Так бы я уже сейчас перед зеркалом быстренько хоп-хоп-хоп прошлась. И красота. Вот тут, где они у меня особенно сухие. Вот так можно несколько раз. Вот. Вот все. Прекрасно. Волосики гладенькие. Никакой фен не нужен. Укладка готова. Волосики, естественно, становятся длиннее. Они после утяжка становятся длиннее. И после расчески тоже. Потому что мы волосы разглаживаем. Мы волосы с вами вытягиваем. Таким образом, полезные можно сыворотки всякие наносить. И расческой вот этой запечатывать на кончике. У меня сейчас после мытья волос я нанесла сразу на мокрые волосы фруктис. Не смолашку. И когда волосы высохли, вот мы с вами нанесли термозащиту Фаберлик. А так можно прям еще нанести побольше-побольше средств на кончике. Мне кажется, тем самым даже добиться эффекта прям ламинирования. Прям вот ламинирования. Да? И волосики даже самые поженные будут выглядеть достойно. Повторюсь, на достаточно низких температурах. Ну красота же. Красота вообще супер. Ну собственно, все, расческу мы выключаем длительным нажатием. Она остывает, кстати, долго. Она достаточно долго остывает. Можно прям ей еще работать, выключить и работать. Показываю вам свои волосики со всех сторон. Сама не видела еще, как сзади уложила. Расскажите. Огонь, огонь. Мега удобно, мега быстро. Я очень довольна. Этот гаджет у меня будет, наверное, практически на ежедневном использовании. Мне нравится. Буду пробовать на более низких температурах. На 130-ке прекрасно уложилась. Буду потихоньку уменьшать и смотреть, какая температура самая низкая. На моих волосах хорошо работает. А пока я очень довольна, девчонки. Прям вот очень. Класс. Такая шикарная прическа. И прикорневой можно создать. И волосики вытянуть. Все здорово. Все здорово и без фена, и очень быстро. Если что-то забыла сказать, обязательно пишите вопросы в комментариях. Отвечу. Ну и на этом все. Мои хорошие ссылки для регистрации в Фаберлик всегда правят под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.